Второе московское дерби для обеих команд сводилось к ответу на вопрос, что делать. Но если игра и скучно, Динамо в последних матчах результатов добивалась, то Локомотив вообще не сумел забить в чемпионате ни одного мяча. Неожиданно на стадионе обнаружилась тень Булгаковского-Шарикова. Вместо традиционных афиш стены украшал лозунг «Локомотив-полиграф». Взяв на вооружение девиз героя «На шести аршинах сижу и буду сидеть», Локомотив поначалу прижался к воротам. Однако Кузнецов попал в Овчинниково, а когда Соломатин промахнулся мимо мяча, Кобелев уйти в отрыв не смог и пробил крайне неудачно. Юрий Семин уже с первых минут был на ногах. Первую угрозу воротам Сметанина создал защитник Аганисян. Но даже двух ударов оказалось мало. Динамовская оборона в начале матча играла четко и не давала сопернику шансов. Единственным козырем Локомотива оставались стандартные положения. По-моему, Сметанин как-то плохо стенку поставил. Мне просто надо было не попасть в стенку. И как раз последним игроком я попал, сколько ни старался. Ближе к концу первого тайма динамовцы вдруг упустили инициативу и начали ошибаться в защите. Могли забивать Елышев и Харвачев, но самую реальную угрозу создал вратарь Динамо Сметанин. Выбивший мяч в голову Косолапову. Капитан Локомотива к такому подарку готов не был. В первом тайме, я думаю, и мы подустали Локомотив на третью игра за неделю. Пока раскачивались. Моментов практически не было. Но Локомотив, они вообще без нападающих вышли. И получилась игра в середине. После перерыва Маминов опередил Сметанина, но пробил выше. Тут проснулась и динамовская скамейка. Блин! Блин, блядь, наши тучи не берут. Адамас Голодец даже исполнил ритуальные движения, словно призывая на помощь удачу. В последнее время часто сопутствующую Динамо. Так и произошло. Первая же атака закончилась опасным штрафным. Непонятно только кто и как фалил на Черышеве, даже не потерявшим равновесие. Но стандартное положение явно не динамовский конек. Кобелев пробил стенку, а Кузнецов добивался очень большого расстояния. Если брать школьную шкалу оценок, сколько можно Динамо поставить за сегодняшнюю игру? Школьную? Ну, я думаю, троечку, мне кажется. В атаках Локомотива ошибок было не меньше. Косолапов забросил мяч в штрафную, но ни Харвачев, ни Джанаши обработать его не смогли. На счастье рядом оказался Маминов, но Сметанин достойно справился с единственным опасным ударом по своим воротам. На этом матче зрительская аудитория была неприлично малой – 5000 человек. В верхней ряды трибуны вовсе оккупировали птицы. Ошибок в конце матча стало еще больше. Пас Гришина был перехвачен Чугайновым, который в свою очередь подарил мяч Черышеву. Выручил Локомотив Овчинников. Чувствуя назревающую опасность, Семин снова вышел к бровке. К концу игры Локомотив окончательно сник. Черышев навесил штрафную, а Терехину никто и не думал мешать забивать. Правда из офсайда. Однажды расслабившись, собраться очень сложно. За мгновение до свистка Терехин снова оказался в одиночестве перед воротами, но попал в штангу. 0-0 в этом матче не сравнить с 0-0 в исполнении ЦСКА и Спартака. Такой нет уверенности, чтобы выйти спокойно и раскатать любую команду. В том числе даже и московские команды. Безрезультат немножко. Но я думаю, поправим, поправим. Не забиваю уже четвертую игру. В каждой игре по два момента и не могу забить. Для нападающего самое главное голод и все. Забил гол, оценка 5. А без голов и тренеры, и ребята смотрят уже косо. Самому неудобно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok